Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на передачу «Путь в жизнь». В сегодняшнем выпуске я приветствую Славу Разлудского, пастора церкви, руководителя репцентра, отца двоих детей и моего хорошего друга. Слава, добрый вечер! Добрый вечер! Сегодня я бы хотел поговорить с тобой о твоей жизни, опыте с наркотиками и, конечно же, как ты вышел с них. Расскажи, пожалуйста, о твоем детстве, что тебя увлекало? Я родился в хорошей семье, у меня были интересы правильные, как-то папа меня учил правильно, направлял правильно, мама старалась, чтобы я в школе хорошо учился, где-то имел образование, но при этом как-то мне нравилось быть первым в классе, мне нравилось быть лучше, и я стремился к этому, у меня получалось, где-то в школе уже был лидером определенным. С детства, с семи лет, папа меня отдал на дзюдо, я начал заниматься спортом, у меня получалось, где-то чувствовал уже силу, чувствовал, что могу получать от этого радость. И как-то вроде, ну, посмотришь на жизнь, вроде все хорошо было, так с первого взгляда, как у каждого ребенка, и семья вроде была счастливая. А какие цели ты преследовал спортом, что тебя увлекало? Ну, у меня папа, он сам был спортсмен, и когда он меня отдал на спорт, он мне говорит, знаешь, сынок, я так мечтаю, чтобы ты стал хорошим спортсменом, чтобы ты стал лучше, чем я. И он фактически меня этому учил, и у меня не всегда получалось, в первое время трудно было в спорте, но помню это время, даже когда я выступал на соревнованиях, он приходил, он так переживал, он даже выходил, но все равно был за меня и учил меня быть сильным, учил, чтобы я достиг каких-то результатов. Он когда-то мне сказал, сынок, знаешь, я так хочу, чтобы ты стал чемпионом мира. Слава, вот эти вещи, как бы для меня всегда несопоставимы. С одной стороны, спортсмен, а как наркотики взошли в твою жизнь? Я вообще себе даже представить не мог, я никогда не навидел наркоманов, и для меня спорт, он был на первом месте, для меня даже такое самое страшное наказание было от папы, это когда он меня не пускал на тренировку, когда я где-то в чем-то провинялся. Но самое интересное, что все навыки, которыми учил меня папа, они так быстро в жизни начали проявлять себя, и сила, уважение, какой-то авторитет, лидерство, они мне очень нравились, я к этому стремился. Я помню, я увидел, уже когда подрастал, у нас в городе были люди авторитетные, из криминального мира, я помню, своим другом увидел одного авторитета, увидел там машину дорогую, увидел там телохранителя, и нам, ребятам, так захотелось этого достичь, и мы к этому стремились. На улице выходили, спорт, силу свою проявляли, где-то занимались вот этими вещами, и оно затягивало. Но твое, это спорт, это сила, а как наркотики ворвались, ты же головой понимал, что это нехорошо, это разрушит. Как они врываются в жизнь человека? Они ворвались незаметно, я даже этого не понял. В школе всегда общался со старшими, старшие всегда в школе предлагали, давайте покурим марихуаны, давайте покурим, ну, вы попробуйте, что это такое. И был такой детский интерес, и мы пробовали, я помню, попробовали, потом оно понравилось, и я даже и не понял, это уже был как образ жизни, приходя в школу, мы это делали. Но как спортсмен ты же понимал, что это две вещи, которые несовместимы. Я помню, когда я первый раз закурил, мне стало так противно, и я даже себе сказал, я никогда не буду этого делать, потому что я спортом занимаюсь, но как-то незаметно это делал постоянно, и я понимал, что, я не понимаю, что я делаю. Когда ты соприкоснулся с тяжелым наркотиком? С тяжелым, с героином я соприкоснулся уже где-то в 25 лет, я уже первый раз укололся. До этого времени мой брат, он родной брат, он раньше начал меня заниматься наркотиками, употреблять наркотики. Я не считал себя наркоманом, я сначала курил, кокаин, героин, и такое, считал себя когда продуманным наркоманом, но когда... Спортсменом. Спортсменом, сильным, что могу в любое время бросить, но когда друзья мои освободились, мы встретились, и тот брат мой родной, которого я ненавидел, за то, что он принимал наркотик, он меня его колол в первый раз с наркотиком. Когда твои родные узнали об этом, для них, наверное, это шок был, ну, как для любой матери, вот, что они предпринимали, чтобы помочь тебе? Мама вообще никогда, наверное, себе представить не могла, что мы станем такими. Сначала брат, потом я, и когда мама узнала, для нее это был шок. Я помню ее слова, она сказала, знаешь, мне легче умереть, чем видеть, как вы умираете, и я ничего сделать не могу. Но она предпринимала все, что угодно. Что конкретно? Она меня возила на кодировки, тогда был такой Довженко, меня кодировали, ее было укалывание, меня ложили в больнице, я перебаливал кучу медикаментов. По полной программе? Ничего не помогало. Сколько раз я это делал, выходил, и меня опять тянуло с страшной силой назад. Объясни мне, я не совсем могу понять, ты спортсмен, ты мог побеждать очень жестко тренировался в своей жизни. Но неужели нельзя просто напречься и победить наркотик? Я так думал, кстати, этот вопрос, он для меня был сначала простой, я так думал, что я смогу это все сделать, но когда уже ворвались в мою жизнь наркотики, героин, кокаин, я просто употреблял их, и при этом даже умудрялся ходить на тренировку, где-то перед тренировкой, все, не буду, иду на тренировку, тренируюсь, потом возвращаюсь опять, и, ну, как-то мне этот образ жизни нравился, я тогда не был ни в проблеме, я не был в системе, тогда в моем понимании, но я уже далеко в ней был. Но ты можешь сегодня сказать, что какой бы спортсмен не был, что наркотик сильнее любого спортсмена и силы воли, как бы человек ни кичился, ни говорил, да я там могу. Да, 100% могу сказать, потому что один старый мой друг, он гораздо старше меня, он был хорошим спортсменом, потом стал хорошим преступником, наркоманом, и он мне когда-то сказал, опи умеет ждать, он говорит, если ты его раз попробовал, он тебя найдет. И меня он нашел, и я просто не мог оставить, не мог бросить. Мне не хотелось это делать, если честно, я так думал, я даже не думал, что у меня проблема, мне хотелось так жить, мне нравилось, но я, когда пробовал побеждать, когда начал это делать, у меня не получалось спасибо что ты честно сегодня делишься ты говорил твои родные мама в том числе сильно помогала тебе как бы ну к освобождению тебя вела какие ошибки вот сегодня уже смотря оглядываясь назад какие ошибки часто делают родители родители моя мама лично она думала что это проблема на основе здоровья что это проблемы со здоровьем что надо поправлять здоровье надо лечить но часто родители ложат в больнице куча медикаментов они не понимают что это не является той проблемой где-то манипулируют детьми своими где-то мама пробовала то время манипулировать мною я же хорошую работу и у меня же положение как вы вы же мне это вы же не лишите того сего то есть это серьезные ошибки когда толкают детей вы должны потому что вот вам надо у вас получат где-то заставляют но это не работает потерять потерять лицо как я положение в обществе за на мои дети наркоманы это же вообще как бы не клеится да когда-то моя мама сказала одну вещь и потом через много лет она призналась рассказала у нас было много наркоманов с ними встречалась и она сказала мои дети никогда такими не были но когда мы такими стали она потом очень много лет плакала в подушку и не могла сама себе признаться что мы именно стали такими это для нее был шок это больше хуже смерти было слова когда был поворот в жизнь вот родители сейчас мама на тот момент папа умер как я понимаю да вот когда был поворот когда стало что-то меняться что стала мама делать по-другому по отношению к тебе для мама был хороший толчок это брат родной брат к этому времени уверовал и начал ходить в церковь и стал за меня молиться и просто как-то он для мама был помощником мама говорит ты знаешь ничего не поможет только бог поможет мама стала молиться вместе с ним и когда они с братом объединились начали молиться мне стало хуже еще мне еще не было проблем стало больше сколько раз мы потерять жизнь и садили в тюрьму и я был просто в ужасе я ненавидел брата ненавидел за то что он молится за меня не понял в чем здесь помощь теперь мама не помогала стала молиться у тебя проблем больше и в чем в чем здесь для меня это тоже был парадокс парадокс что родители как раз молятся брат молится но вроде должно помочь я где-то готов был это понять но у меня наоборот вроде как было хуже я даже возненавидел я брата своего ненавидел мама посреди нас я на него просто кидался говорил я тебя ненавижу уничтожить ты будешь это делать мне еще хуже от твоих молитв слава твоя первая сознательная молитва обращение к богу помнишь ли ее как это было конечно помню это забыть невозможно я помню это время когда я уже колоссов в пах я никогда не собирался это делать даже перед пацанами я никогда этого не сделал на что время когда у меня не было вен уже я укололся в парке заставил просто вен не стало и это было единственно вопрос чтобы решить проблему с наркотиками что было лучше и когда укололся буквально на третьем уколе в пах у меня появилась очень серьезная гематома и врачи мне сказали что мне могут отрезать ногу в лучшем случае в худшем случае просто я могу умереть там диодами мама водила порчам током пытались разбить не получалось и плюс к этому начали серьезные проблемы в криминале начались как будто смерть за мной шла на и вот такое ощущение смерти мне дало толчок помолиться ты боялся смерти вот ну мы же все герои обычно ребята там когда среди друг друга находятся да я да ничего не боюсь вот честно ты боялся смерти когда я был в обществе я всегда говорю что я не боюсь смерти но когда она подобралась ко мне близко мне стало очень страшно и я просто захотел жить я делаю себя с вами готов был цепляться за эту жизнь чтобы вылезти оттуда но мне было страшно я не верю сегодня тому человеку который мне говорит что он ничего не боится не боится смерти что готовы умереть умереть очень страшно и вот твоя первая молитва когда она произошла у нас дома был такой сад яблоня я помню такой топчанчик я себе его сделал и когда-то я вышел туда и просто хотел просто время побыть один на один взял чаю чаю себе и в этот мир услышал голос как будто мне кто-то в сердце сказал молись становись на колени я никогда не встану кому молиться внутренний голос или внутренний голос то есть внутри какой-то такой четкий я никогда не перепутаю его это было не один раз это было три раза второй раз я говорю кому молиться я не верю кому молиться хотя где-то по-своему верил и третий раз становись на колени я говорю я никогда не стоял на коленях ни перед кем становись я посмотрел по сторонам Стал на колени, я помню эти слова Я сказал, все говорят, Бог, Бог, но я в тебя не верю Я не знаю, кто ты И не могу сказать тебе, что я в тебя верю Но если ты есть, помоги мне Если нет, я здесь прям как собака Готов умереть Просто вижу свое состояние Нуждаюсь в помощи, ничего не могу сделать То есть это был крик твоей души Вот такое отчаяние, когда ты просто кричал Хотя ты, может, не совсем верил Как ты сказал Я не верил, но мое сердце дрожало Я был искренний тогда Я тогда просто был всем сердцем искренним Эти слова, они были настолько искренни, что я их по сей день помню Что поменялось? Вот ты помолился, что? Пришел Бог, забрал наркотики Что поменялось в этот момент? Я обратился к Богу, сказал, если ты есть, помоги Если нет, я готов умереть Но я не умер, я встал И мне не стало сразу лучше У меня так же болела нога Мне так же было трудно, так же было тяжело Но у меня внутри появилось желание побеждать Я готов был цепляться с зубами И ползти на четвереньках только куда Чтобы мне кто показал, куда ползти То есть Бог начал работать в сердце, дал эту надежду Желание победить было огромное Ползти, просто что-то достичь, что-то узнать Где-то поинтересоваться Я помню, я тогда подошел к брату и сказал Что ты мне там говорил о Боге? Я хочу услышать, расскажи мне Куда ты там ходишь? Какую церковь? Вот твое первое соприкосновение с верующими людьми Ты где-то, наверное, слышал, что есть там Трудно было тебе переступить порог церкви? Очень трудно Во-первых, это гордость Я был гордым человеком очень Это раз Во-вторых, я думал, как подумают обо мне мои друзья То есть тебе это важно было? Для меня это было важно Оценят, скажут, что слабак пошел в церковь Пошел, я не хотел просто показаться Я всегда пытался быть сильным А тут я вдруг покажусь слабым Пошел в церковь Обычно в мое понимание в церковь ходят те, которые слабые Которые уже все в самом А я еще, ну, вроде более-не менее И мне это не пускало Гордость моя не давала Как ты пойдешь, будешь признаваться? У меня не было доверия И я никому не мог признаться Мне папа учил быть очень неоткрытым человеком Вот твое ощущение, когда ты в церковь пришел Что ты почувствовал? Тех людей, которых ты увидел Чуть-чуть опиши это состояние Я помню, я с братом пришел в церковь И я не понимал этих людей Я смотрю на них, они счастливые, они улыбаются И меня что, меня поразило? Они меня как будто уже знали И молились за меня Говорят, мы за тебя молимся И чем тебе помочь? За что тебе помолиться? И мои вот их слова Они почему-то начали что-то делать Бог начал, по-моему, тогда в моем сердце что-то делать Они взялись за руки, помню Тогда стали за меня молиться А у меня было четкое понимание Что они делают? Я сейчас выйду на улицу, могу умереть Я не знаю, как в моей жизни быть Но это тронуло мое сердце То есть это коснулось живая молитва, коснулось твоего сердца Ты позже попал на центр Христианский реабилитационный центр Расскажи, что он дает, что там происходит Ты помнишь эти моменты, наверное Я с Одессы уехал Брат очень сильно хотел, чтобы я уехал на центр Но мне не хотелось Я по сути вообще не хотел никуда ехать Я до последнего еще думал, что у меня получается, получится Но у него был один знакомый, который был в центре в Остроге Куда я поехал И он его пригласил к нам домой Интересно, я никого не подпускал к себе в это время Только одного брата, он за меня молился И вот когда он мне приехал Я говорю, ну садись, расскажи мне, что ты мне расскажешь Он мне рассказал о центре, что там такие люди, как я, получают свободу И у меня где-то екнуло сердце Мне захотелось поехать просто посмотреть И когда я приехал туда, на центр Я опять же встретил таких же людей Я захожу в церковь, мне говорят, мы тебя знаем Откуда они меня знают? Они 900 километров до Острогас, Одессы Мы за тебя уже давно молимся Я стою, мое сердце начало трещать То есть для тебя это было вот И ты видел, что это не было фальш Или там они как-то там То есть они искренне говорили Я видел глаза этих людей Но самое интересное, что меня впечатлило Когда я зашел в церковь Я увидел глаза тех людей, которых я обижал Я соприкоснулся с людьми, которых когда-то обижал Приносил боль И меня сердце начало трещать по швам В чем вот ты был там несколько долгое время В чем суть реабилитации? Что происходило там? Поделись Интересно, меня на центр сразу не взяли, не было мест Но когда меня взяли, я не понимал, куда я попал Мне было очень трудно, потому что характер у меня был клятый И мне трудно было кого-то принять, кого-то простить Мне там кто-то начал где-то рассказывать Как мне быть, как мне жить Но внутреннее желание изменить свою жизнь Мне помогало работать над собой И когда мне братья сказали Молись, проси Бога Я вставал в 5 утра Становился на молитву и говорил Я плохо тебя понимаю, но я уже тебя стал лучше понимать Ломай мое сердце, чтобы он отрещал по швам Я не хочу быть таким, как я был Я помню, один служитель ко мне подошел Говорит, ты не боишься так молиться? Я говорю, боюсь, но я не хочу быть таким Я был И Бог начал касаться меня Потому что мы постоянно читали Библию Постоянно пребывали в чтении, молились Я учился это делать И через Библию Бог коснулся моего сердца Ты говоришь Библия Какую роль она там играла? Неужели трудотерапия не хватало? Почему не философов, классиков? Есть очень знакомые классики Лермонтов, Пушкин, Достоевский Почему бы их не почитать? Почему Библию? Интересный момент Когда я еще был в Одессе Юра мне сказал Слаек, тебя кумарят Ты болеешь от наркотиков Почитай Библию И попробуй в ней что-то найти Я туда в нее влез И я читал Я ничего не нашел Я ничего не понял Но когда зашел брат Говорит, ты знаешь, сколько ты уже часов сидишь в ней? Я говорю, сколько он это? Шесть И меня не кумарило Когда я приехал туда на центр Мы читали Библию Я ничего не понимал Я брал детскую Мы пытались понять Но она прикасалась к моему сердцу Она прикасалась Бог что-то говорил Я начал видеть себя в Библии Вдруг один раз я прочитал одно место И вообще как остолбенел Есть Библия, это место Оно меня очень сильно впечатлило Это для меня был как толчок Это в Яково написано В пятой главе В пятый и шестой стих Вы роскошствовали на земле И наслаждались Напитали сердца ваши Как бы на день заклания Вы осудили Убили праведника И он не противился вам И когда я эти слова прочитал Я просто понял Что это я тот человек Который распял праведника Невинного Бога О Котором все говорили В Которого я сегодня хочу верить Но не могу поверить И мое сердце начало плакать Я просто понял Что я тот Кто должен был быть там На кресте То есть Бог конкретно Проговорил в твое сердце Это не было как-то Ну там какое-то мнение Ты понял Бог говорит Я аж подпрыгнул Я говорю Спасибо тебе Господи Что ты открылся мне Я через это слово Просто меня аж подкинуло Я просто сокрушился Меня через это Через это местописание Бог сокрушил Многие люди говорят сегодня Ну вот Бог говорит Как Бог говорит Через что конкретно Вот через что ты веришь Что Бог самобольший говорит Через какое средство Я не просто это верю Я это почувствовал на себе Через Писание Я так же самое в церкви сидел Большая церковь Я на заднем ряду в церкви сидел Когда уже был на реабилитации Уже после этого Когда мне Бог открыл себя И вдруг мне Бог через проповедь Пастыря говорит Ты тот грешник Ты тот, который распинал Тебе нужно покаяться Покайтесь И я такой Этот голос слышал Я помню Я смотрел на людей Мне так трудно было Я встал И пошел вперед Мои слезы покатились Просто Я вообще не понимал Что со мной происходит Ты плакал Я плакал А вообще мне тяжело было плакать И только в детстве Когда Ну а так тяжело очень И как будто меня кто-то Так нежно подталкивал сзади И я просто Не видел никого Я вышел Упал на колени И просто Помню эти слова Когда сказал Господи Прости меня За всю мою жизнь Слава Богу Слава Богу Слава Вот мы говорим Ну вот на стадии Когда человек ищет Бога Пытается решить проблему Тебе Библия нужна была А сейчас Ты уже все знаешь Зачем тебе сейчас Библия Какую роль она сейчас Играет в твоей жизни Она играет очень огромную роль В моей жизни Потому что я не могу сказать Что я знаю все Я сейчас могу сказать Что когда Я увидел Бога через Слово Божие Иисуса Христа Своим Спасителем Я сказал такие слова Я бы раньше За это платил бы Большие деньги Чтобы набраться Такой сегодня мудрости Которую дает Бог через свое слово И Просто для меня Это сегодня Смысл жизни Это инструкция жизни Это любящее слово Это Воспитывающее слово Это слово Которое Слово меняет характер Потому что слово Это сам Бог И Бог Иисус Христос Который просто милует Который помиловал меня Спасибо большое Мы говорим Часто люди говорят Вот Поверь Поверь в себя Поверь даже Вот в какую-то силу Почему мы говорим Что Бог Открылся В Иисусе Христе Почему именно Личность Иисуса Христа Играет центральную роль В твоей жизни В Библии Вот Я редко видел Людей Которые Могли умереть За кого-то Но Иисус Христос Это мой Бог Который за меня умер Который За меня страдал Который Простил мне Все мои грехи И Я это сегодня Явно вижу Я сегодня Я это явно верю Это не просто Для меня иллюзия Я это потрогал руками Я это ощутил на себе Я знаю Как я жил Я помню Слова своей мамы Она говорила Вас никто не изменит Но сегодня Когда мама говорит Вас изменил Бог Это подтверждение Самого Бога Для меня Только Бог может Только Иисус Христос Который страдал И умер за меня То есть для тебя Личность Иисуса Христа Это не просто Какая-то мифология Интересный учитель Для тебя Скажи еще Вот словами Кто для тебя Это мой господин Это мой Это мой Это мой Друг Которому я могу прийти Которому могу рассказать Много того Чего не могу рассказать Другим Это мой Наставник Это мой папа Потому что Я забыл Потерял давно Отцовскую любовь И Я помню Когда-то молился Господи Я знаю Что твоя любовь больше Прикоснись ко мне И когда ко мне Бог прикоснулся Она была гораздо больше Чем Любовь отца И я помню Эти слезы Когда я обрадовался Я так рад Что сегодня Я имею эту Любовь отца Который просто Меня помиловал Кто бы меня еще мог помиловать Кроме того Бога Который меня любит Слава Богу Слава И последний вопрос Чем ты сегодня Занимаешься Вот Освободился от наркотиков Тогда ты можешь Свою жизнь упаковывать Заботиться о семье Строить дом Чем ты сегодня Занимаешься Я хотел освободиться И хотел Жить для себя Пробовать жить для себя Но Бог все планы разрушил Мама часто говорила Сынок У нас семейный бизнес Я хочу передать Хочу чтобы ты это делал Я приезжал домой Буквально на пару дней Находился дома И мама уже Даже с ревностью говорила Все Езжай в свою церковь Езжай на свой центр Меня туда тянуло Потому что там были Точно такие же Как я И мне хотелось Помогать этим ребятам Когда я видел Что у них счастливые Я сам становился счастливым И сегодня я просто Очень благодарен Что я посвятил свою жизнь Этим ребятам Ходил по тюрьмам Просто Центр революционный Который Есть Он действительно Большая милость Что Бог Через центры Через слово Меняет людей И я очень счастлив Что могу ходить Просто И этим людям Рассказывать И помогать им И помогать им Жить И быть счастливыми Спасибо большое И я тебя уже знаю Примерно 8 лет С того времени Как ты приехал В нашу церковь И я хочу просто сказать Что Бог Подтвердил Послает тебя К нам в церковь В твое сердце Любит Бога Ты любишь людей Ты посвятил свою жизнь И Слушая сегодня Этот рассказ Я могу еще раз сказать Бог велик Бог велик Иисус Христос говорит Я истинный путь Истинной жизни Никто не приходит К Отцу Как только через Меня То что мы сегодня видим То что не могли сделать Ни врачи Ни мама Ни спорт Ни личные усилия Кто сделал Иисус Христос В жизни славы И мы сегодня восхищаемся Богом Который Может спасать Реально И не просто От наркотиков А от бессмыслия Сегодня Бог может Переориентировать жизнь И дать новый смысл И мы сегодня увидели Это в жизни славы Я хочу сегодня Поблагодарить Бога То что Он сделал В твоей жизни Это Его почерк Так Он милует Так Он спасает Друг дорогой Может быть Ты также находишься В тупике Может ты спортсмен И считаешь себя Очень крутым Но грех Давно Владел Твоей жизнью Может твоя Семья Разбита Твое здоровье Разбито А ты все еще Говоришь Да ладно Я как-то смогу Будь честен Ты тоже можешь Склонить свои колени Перед Богом И сказать Я может не знаю тебя Но если ты есть Войди в мою жизнь Искренная молитва Всегда Помогает Бог Слышит Искренне Библия говорит С искренними Бог поступает Искренне С лукавыми По лукавству Я сегодня Сейчас буду молиться Благодарить за славика Если ты желаешь Ты также можешь Молиться в сердце Господь Иисус Сегодня я преклоняюсь Пред тобой И славлю Твое святое имя Потому что Только ты Можешь так спасать Менять И давать Смысл в жизни И сегодня я поклоняюсь Тебе Благодарю тебя За жизнь Которую ты подарил Славы Что ты подарил Ему семью Что сегодня Он может служить На центре Быть пастором И помогать людям Которые также Ищут тебя Я прошу тебя Сегодня За тех Кто смотрит на нас Чтобы ты прикасался Ты знаешь Чьи семьи Сегодня разрушены Здоровье И может быть Маленькая сигарета Держит больших людей Они не могут освободиться Господи Дай смирение Склонить свои колени И признать И попросить Помощи у тебя Потому что Выход Иисус Христос В тебе Аминь Аминь Друзья дорогие Это была программа Путь в жизнь Если у вас есть вопросы И вы хотите Нам написать Или позвонить Вы можете обращаться К нам Пусть Бог Благословит вас До свидания До свидания До следующей встречи Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»